Да, всем добрый уже вечер. Большое спасибо, что пришли. Соответственно, курс наш, как вы должны были догадаться, раз вы сюда все-таки пришли, посвящен такому языку программирования, как Kotlin. Не могу сказать, что этот курс прям сильно формальный. Я вообще не очень большой формалист, несмотря на то, что занимаюсь анализом модификации программ. Но вместе с тем у курса есть одно правило. Прямо вот самое-самое-самое главное правило. И это не правило не говорить об этом курсе никому. А это правило, если у вас появляется вопрос, поднимите руку и спросите. Ну, вместо поднимите руку, можете кинуть у меня помидором, можете как-то другим способом привлечь мое внимание. Но вопрос должен быть отвечен. Потому что, на мой взгляд, совершенно глупых вопросов не бывает в принципе. Бывают простые и очевидные вопросы, на которые есть простые и достаточно очевидные ответы. Вы их просто не знаете либо по нехватку опыта, либо по еще какой-то причине. И если это действительно так, я вам скажу, как правильно погуглить, чтобы этот ответ найти. Если вопрос интересный и вместе с тем на него можно ответить достаточно быстро, я на него постараюсь ответить в меру моих сил. Если внезапно вопрос прям сложный, заговыристый и требует какого-то долгого обсуждения, то мы его, скорее всего, запомним и с вами перенесем на семинары, на которых как раз-таки одним из наших действий будет обсуждение вот таких вот всяких очень интересных вопросов, которые внезапно, может быть, у вас возникнут по мере, собственно, моего прочтения курса. Соответственно, ну для кого этот курс? И, в принципе, потому что я поспрашивал вас перед началом лекции, понятно, что вы пришли в правильное место. Курс для тех, кто хочет узнать, что такое Kotlin, посмотреть, как он выглядит. И вместе с тем очень желательно, чтобы вы помнили, что такое Java. Почему? Потому что, как мы сейчас с вами увидим, Kotlin в каком-то смысле вообще появился, потому что Java была далеко не идеальным языком. Она им и остается и сейчас, хотя много всего было поправлено. И, соответственно, поэтому очень многие штуки станут понятны вам намного лучше, если вы их сможете соотнести с аналогичной функциональностью или отсутствием такой функциональности непосредственно в Java. Ну, самый-самый страшный секрет, который есть, это на самом деле, если вы более-менее опытный программист, не просто помните, что такое Java, что это там язык какой-то, там какие-то слова есть, ключевые классики, эксепшены и все такое, но если вы умеете программировать на Java более-менее, то вы можете просто сходить на kotlinlang.org, там есть замечательные туториалы, там есть довольно неплохой референс, там есть различные другие способы более интерактивного обучения, как kotlin-кааны. И, в принципе, вы можете в каком-то смысле сэкономить свое время и не ходить не слушать меня, а просто в оффлайне, в свободное время, дома, в халатике, за чашечкой горячего какао, все это пройти. Вот, и kotlin – это действительно достаточно простой язык для того, чтобы его изучить полностью самостоятельно, если, конечно, вы не хотите залезть ему глубоко под капот. Вот, если мы хотим внезапно залезть глубоко под капот, что на самом деле будет немножечко в первой части курса и достаточно сильно во второй части курса, которая планируется на апрель, вот тогда уже самостоятельного обучения его желательно подкрепить общением с кем-то, кто чуть-чуть что-то о kotlin знает, и это внезапно, например, я. Соответственно, поехали дальше. Ну, Алина тут уже все замечательно сказала. Да, я действительно преподаю в СПППУ, страшно сказать, с 2009 года. Кроме того, с 2015 года я являюсь исследователем в лаборатории JetBrains Research при том же самом Политехе. Кроме того, было две стажировки в Microsoft Research, много-много различных как девелоперских, так и исследовательских проектов, как больших, так и не очень, в том числе на Kotlin. В общем, если я чего-то знаю, то я действительно чего-то знаю, и в некоторых местах мне даже можно немножечко доверять. Этот курс, повторюсь еще раз, о том, что такое Kotlin и как с ним бороться. И, как я уже сказал, у нас будет две большие пачки лекций. Первая пачка лекций – это пачка лекций на этой неделе. По сути, Kotlin 101, или как, наконец-таки, бросить Java, уйти из этого ужасного замкнутого круга постоянного издевательства от этого языка и начать таки жить и писать программы, а не заниматься тем, что удовлетворять компилятор Java. В апреле, когда я к вам вернусь, будет Kotlin 142, как я его называю, или различные подкапотные тайны Kotlin, различные power-фичи, в частности, как на Kotlin классно писать, различные хитрые DSL, как в Kotlin довольно интересным образом прикручена поддержка курутин и различные прочие вещи. В принципе, темы для вот этого продвинутого курса, они достаточно гибкие. Если у вас появятся какие-то предложения, например, я хотел бы более подробно узнать об этом или о том, то вы всегда можете об этом мне написать либо на почту, либо в канал с лайки, либо еще каким-то способом дать мне об этом знать. И может быть, какая-то из этих тем или несколько из этих тем будут как раз-таки вынесены в этот Kotlin 142. Кроме того, кроме того, кроме практики, непосредственно того, что я буду, страшно сказать, говорить ртом, у нас будет практика. Практика будет состоять из трех частей. Это катает, курсовой проект и Ticket to Write. Кто-то, как наш замечательный капитан Воробей, может спросить, чего? Соответственно, что такое катает? Катает – это система, которая у нас используется для преподавания Kotlin на первом курсе. Живет она вот по этой вот ссылочке. Сейчас я бы вам не рекомендовал туда лезть, потому что система написана относительно недавно и не могу сказать, что она прям дружелюбна к пользователю. Я не обязательно расскажу на первом же семинаре. Она из себя представляет очень-очень много простых, ну и местами не очень простых задачек, которые необходимо реализовать на Kotlin. Задачки, начиная от «переведите мне, пожалуйста, время из часов, минут и секунд просто в секунды», и заканчивая «давайте вы мне решите, например, игру 15, или давайте вы мне найдете какую-нибудь траекторию движения хитрой шахматной фигуры на доске», и так далее, и так далее, и так далее. Плюс этой системы в том, что там есть автоматизированная проверка всего того, что вы нарешали, то есть очень много всего вы можете делать без необходимости ждать, пока я что-то проверю. Катаят вам сам скажет о том, что смотри, вот если тебе на вход подать такие-то входные данные, ты работаешь не так, как надо. Ты вот выдал это, а надо выдать это. И там есть еще несколько очень приятных фичей, о которых мы опять же поговорим на семинаре. Это будет первая часть. Она точно обязательна для всех студентов компьютер-сайз-центра, потому что, да, это я здесь не обозначил, она будет на 40% вкладываться в итоговый результат по практической части курса. И дальше у нас есть вилка. Вилка заключается в том, что вы, в принципе, можете выбрать себе либо какой-нибудь курсовой проект, либо Ticket to Write. Ну, курсовой проект имеет смысл, наверное, брать тем, кто либо студент компьютер-сайз-центра, либо у кого есть много свободного времени, и он внезапно хочет попилить что-нибудь на Котлине, да так, чтобы была возможность кого-нибудь спросить, а правильно ли вы это пилите. Вот. Темы совершенно любые, но предварительно согласованные со мной, потому что, например, смотреть, как вы пилите очередной сапер, наверное, мне не очень будет интересно, да и вам, в принципе, тоже, и много чего вы не прочувствуете в плане Котлина. Сделать какую-нибудь прикольную штуку или, например, написать какое-нибудь приложение даже под Android, тоже будет, в принципе, вариантом все это обсуждается. Соответственно, второй из вариантов вилки Ticket to Write – это то, что в прошлом году было известно как соревнование по функциональному программированию 2017 года. По сути, вам необходимо написать бота, который играет в настольную игру, которая называется Ticket to Write. Для тех, кто знает, тот молодец, что это такое, для тех, кто не знает, по сути, это игра, в которой вам необходимо соединить города определенными дорогами, да так, чтобы максимизировать, в каком-то смысле, получаемые вами очки за эти самые дороги. Штука прикольная, штука интересная, штука очень интерактивная, и, в принципе, там можно в разной степени поиспользовать Котлина, посмотреть на то, хорошую или плохую для тех или иных задач. Более подробно, опять же, обсудим на первом семинаре, который у нас будет в четверг, если я правильно помню. Ну и, в принципе, для студентов Комендарного Сайенс Центра выбрать надо два из трех. Очень сильно рекомендую выбрать Коттоед и что-то из остальных двух пунктов. Особые фанатики могут взять все три, фанатики чуть поменьше могут взять только курсовые проекты и Китурайт и ничего не пробовать делать в Коттоеде. Вот, это про практику. Ну, соответственно, Котлин, что это такое, зачем он, вот это вот все, давайте об этом поговорим. Соответственно, история у Котлин достаточно интересная. Появился этот язык, точнее, зародился. Точнее, идея о том, чтобы начать разрабатывать этот язык появилась в районе 2009-2010 года, а внутри непосредственно JetBrains. JetBrains разрабатывала свою IDE IntelliJ IDE на Java и в какой-то момент они поняли, что этот язык их не устраивает по многим-многим причинам, о которых мы сейчас поговорим. И они сказали, и они посмотрели на все альтернативы, которые были, которые мы тоже сейчас рассмотрим, и сказали, что нет, это все нас не устраивает, нам нужен свой язык, и начали это делать. В 2011 году они показали самую-самую первую версию того, как Котлин примерно должен выглядеть. Общественности. В 2012 году внутренние репозитории выложили на GitHub, и он стал доступен. После этого аж до 2016 года было много-много-много разработки, много редизайнов. Котлин немножечко менялся, менялась, как он выглядел, менялись некоторые фичи, но в 2016 году наконец-таки была отрелизена версия 1.0. После этого в 2017 году, как многие из вас, наверное, уже знают, Google официально заявил о поддержке Андроида на платформе, о поддержке Котлина на платформе Android. И после этого использование Котлина, ссылки на Котлин, все просто начало лететь вверх безумной скоростью. Ну и в настоящий момент мы с вами живем в мире, в котором активная версия Котлина – это 1.2.22 на сегодня или на вчера. Соответственно, зачем вот это все появилось? Как я сказал, зачем в 2010 году очень много умных людей собралось в одном месте и решило, что нет, нас Java не устраивает, надо что-то менять. Многие из вас, наверное, не помнят того времени, когда в Java не было даже дженериков. Такое время было, это время до Java 1.5. Потом в Java еще очень долгое время не было многих других фич. Вот если смотреть просто на 2010-2011 год, это Java SE 6. Там уже есть дженерики, то есть, в принципе, кое-как жить уже можно. Но из полезного там нет очень-очень много всего. Там нет функций высших порядков, которые у нас в Java появились только в восьмой. Там нет даймонд-оператора, то есть дженерики у нас есть, но их нужно писать во всех местах. Никакого вывода дженериков нигде нет. Если вы объявляете какую-то мэпу от строки и строки, то в присваивании в правой части вам тоже нужно писать, что это хэш-мэп от строки и в строку. И вы не можете, как сейчас, написать просто даймонд-оператор, просто две скобочки, и компилятор дальше все выведет до вас. В Java просто есть Null. Это ужасно плохо, и это одно из того, с чем Котлин попытался побороться, и на мой взгляд, он сделал это очень-очень успешно. Null – это вообще ошибка большинства языков, в которых он есть в той или иной степени. Ну и Java, и это тоже у нее есть до сих пор. Как вы все знаете, если писали на ней более-менее большой проект, она очень-очень многословная. Это прям совсем-совсем многословная. Ну, в общем, все очень-очень неприятно. Понятно, что ребята из JetBrains были далеко не первые, что альтернатив Java в свое время появлялось очень-очень много. Первый из таких действительно крупных альтернатив, которая сказала, вот Java, конечно, классная, JVM суперская, но вот сам язык очень нехороший. Давайте мы попытаемся сделать что-то другое. Была скала, которая сперва была в каком-то смысле чисто исследовательским языком, на котором Мартин Адерский и его исследовательская группа проверяла, насколько интересные вещи с точки зрения теории типов можно привернуть на JVM. Но потом постепенно язык перерос эту стадию, можно сказать, и попал-таки в продакшн. Были различные другие языки. О некоторых, которых вы, наверное, слышали, например, Groovy или Clojure, о некоторых вы, скорее всего, не слышали, типа Фантома или Xtrendа, соответственно, различные языки это Xtrend от Eclipse, Фантом просто от каких-то ребят и так далее, и так далее. Они все по-разному пытаются решить те или иные проблемы Java. Вот если все проблемы Java из самых-самых крупных собрать вместе, не глядя на, по сути, срез 2011 года с Java 6, то выглядят они примерно вот так. И разные из вот этих пунктов пытались затыкать разные из вот этих языков. Одна из самых больших проблем, из-за которых Java такая многословная, это отсутствие вывода типов. В Java все типы нужно писать явно. Ну, в восьмой Java появился небольшой вывод типов в некоторых местах, но сильно проблему это не исправляет. В Java не было функций высших порядков на 2011 год. Сейчас они, конечно, есть, но тоже местами несколько странненькие те, кто их пробовали. Потом, может быть, мы это с вами обсудим. Нет string interpolation, то есть вам необходимо строки либо конкатинировать, либо собирать через string builder, либо еще как-то делать. Вы не можете красиво просто подставить внутрь строки какой-то специальный символ, который говорит, что вот сюда подставь значение вот той-то переменной. Нет, мучайся, пожалуйста, через плюсик. Соответственно, неудобное создание встроенных DSL. Ну, это просто есть, и Kotlin с этим справляется. Странные исключения checked versus unchecked. Почему странные? Потому что, по мнению самих авторов Java и по мнению очень многих исследователей и практиков, checked exceptions, то есть факт того, что в Java, если вы явно сказали, что какой-то метод кидает исключения, которые не наследуются от runtime exception, его необходимо обязательно проверить в strike edge или прокинуть дальше. Они приносят только больше вреда, чем пользы. Об этом поговорим через несколько лекций. В Java нет паттернмэйчинга, хотя на самом деле далеко не во всех из этих языков даже он есть. Ну и, да, знаменитый нул, от него никуда не деться. В Java есть нульпоинтер exception. И вот если внезапно наложить на вот эту вот картинку Kotlin, то получается достаточно приятная штука. Kotlin так или иначе справился с большинством из крупных проблем, которые как были у Java на 2011 год, так и те проблемы, которые у Kotlin есть сейчас. Нет паттернмэйчинга. Какое-то время паттернмэйчинг планировали, но потом сказали, что нет, по той причине, которая приведена на слайде. Соответственно, глава разработки Kotlin Андрей Бреслов сказал, что Kotlin должен быть достаточно простым для обучения языком. Именно по этой причине я считаю, что в принципе можно взять и просто почитать референс по Kotlin, и вы все должны понять и самостоятельно. Он действительно очень простой, если не залезать никуда в страшные ужасные места. Опыт мы учитывали, поэтому сложные концепции, например, концепцию паттернмэйчинга в Kotlin, поэтому мы решили не затаскивать, и именно поэтому его в Kotlin нет и, скорее всего, к сожалению, лично для меня никогда не будет. Какая проблема есть у Kotlin, это одна из основных проблем, которые у него есть, по крайней мере для меня. У Kotlin нет спецификации. Что это значит? Наверное, для тех из вас, кто с младших курсов, тех из вас, кто плохо понимает, зачем вообще нужна спецификация, что это такое. Спецификация – это такая библия в каком-то смысле, в которой, если внезапно компилятор говорит тебе, что ты дурак, то можешь открыть эту библию и узнать, это ты дурак, это в компиляторе бага, это ты просто что-то не понял или такие спецификации неправильные внезапно. Соответственно, и вы всегда можете посмотреть на спецификацию, посмотреть на ваш код, посмотреть на поведение компилятора и понять, кто из вот этих трех, по сути, компонентов – вы, компилятор и спецификация внезапно неправы. У Kotlin спецификации нет, у Kotlin есть только эталонная реализация, в которой были баги, было очень много багов в свое время, сейчас их меньше, но они тоже есть, они будут продолжать появляться, и самое плохое, что баги плавают, и от версии к версии сама эталонная реализация тоже меняется. Почему это плохо, казалось бы, потому что, если вы используете Kotlin в нормальном режиме, без каких-то, опять же, попыток открыть капот и что-то там подвигать, то все будет нормально. Но вот если вы начинаете писать какой-то нетривиальный код, который по-хитрому использует несколько фич языка одновременно, или очень странную комбинацию фич, которая редко возникает при написании кода в других ситуациях, вы очень легко можете оказаться вот в этой ситуации, когда кто-то не прав, компилятор сказал вам, что что-то не так, но вы вместе с тем не понимаете, что и как. Так, прошу прощения, я сейчас на лекции, я занят. Вот, соответственно, ладно, хватит вот этих всяких бла-бла спецификаций, вот этой непонятной ерунды, вы сюда пришли, чтобы посмотреть на то, как выглядит Kotlin, чтобы научиться на нем писать, давайте с этого и начнем. Ну вот так выглядит всем любимый Hello World на Kotlin. что из этого примера мы можем с вами вынести? Во-первых, во-первых, внезапно для тех, кто до этого видел только Java, никаких классов снаружи и снизу нет, не надо и вообще. В Kotlin функции – это вполне себе равноправный элемент модуля компиляции, то есть в Kotlin вы можете иметь как классы с какими-то методами, полями, свойствами, об этом поговорим чуть позже, так и просто функции, и на самом деле на первой лекции мы с вами будем жить просто в мире функций. У нас не будет никаких классов, ничего вот этого непонятного, ненужного, просто на примере различных функций, на примере того, чего в них можно писать, посмотрим на Kotlin в каком-то смысле глазами 70-80-х годов, когда основой программирования было процедурное программирование, когда ни о каком ООП, ни о каких классах речи и не шла. Кроме того, видно, что здесь в Kotlin используется обратная Java-аннотация. Если в Java-аннотация у нас тип идет перед объявляемой переменной или аргументом в Kotlin, тип следует после двоеточия. Ну и самые смышленые из вас могут догадаться, что в Kotlin есть массивы, о массивах поговорим чуть позднее. Соответственно, допустим, что я не просто Hello World хочу написать, а, например, себя поприветствовать из аргументов, которые у нас есть. Как я это могу сделать? Ну, вариант у меня, например, вот такой вот. И в этом примере кода внезапно у нас уже есть очень-очень много всего интересного. Ну, require — это на самом деле я просто решил немножечко сэкономить и не писать здесь стандартный какой-нибудь тип, который проверяет, что у меня вообще какие-то аргументы на вход пришли. require — это такая специальная штучка, которая есть в стандартной библиотеке Kotlin, которая, по сути, говорит, у этого метода, точнее, в данном случае у этой функции есть вот такой вот precondition. То есть ты должен, чтобы его вызвать, передать туда массив, который не пустой. Если будет пустой, я тебе кину illegal argument exception. Достаточно красиво просто выражается. Соответственно, дальше внезапно-внезапно мы видим, что у нас есть какие-то непонятные штучки под названием val и var, и вот здесь почему-то я тип написал, а здесь почему-то тип не написал. Давайте сперва с val и var разберемся. Val и var, как в принципе понятно, если вы видели какие-нибудь другие языки, это неизменяемая или изменяемая переменная. Для тех, кто, опять же, ничего кроме java не видел, можете думать о том, что вот эта переменная firstName объявлена как final, ничего в нее переприсвоить нельзя, поменять нельзя, она будет всегда точно такая, какой вы ее написали. var – это переменная, которую вы можете менять, если вам это захочется. Соответственно, почему это разделение было вот прям вот такое вот? Просто потому что один из самых популярных, из самых правильных гайдлайнов эффектив java говорит, что предпочитайте всегда делать final переменные, final аргументы, final все, потому что это упрощает понимание кода. Kotlin делает вот эту вот штуку наиболее крат… ну, короче не сказать. Вы просто говорите val, вы говорите вот это переменная, но она неизменяемая. И все. В то же время, если вам нужны изменяемые переменные, вы это тоже можете сказать. Это первый момент. Второй момент. Внезапно почему-то здесь я тип написал, здесь я тип не написал. Но все просто. Здесь я показал, что если вам внезапно важно, чтобы у переменной был какой-то тип, вы его точно так же, как в аргументах, пишете через двоеточие. Но на самом деле вот здесь этот тип тоже можно было бы не писать, потому что в Kotlin есть вывод типов, и он там намного умнее, чем… как это сформулировать? Намного умнее, чем иногда вы даже можете себе представить, скажем так. То есть он иногда может вывести такие штуки, о которых вы даже не могли подумать о том, что компилятор может это вывести. Вместе с тем иногда бывает ситуация, что он чего-то не выводит, хотя на самом деле вам это очень-очень хочется. Некоторые из этих ситуаций мы, может быть, тоже по ходу лекции посмотрим. Но, соответственно, да, в Kotlin есть вывод типов, он есть очень-очень много где. Это тоже сейчас посмотрим по ходу пьесы. Ну и, как мы видим, var мы благополучно можем переприсвоить, просто потому что можем переприсвоить. Ну и в последней строчке мы видим то, о чем я говорил в начале про string interpolation. Вместо того, чтобы здесь писать какую-то непонятную ерунду с hello, запятая, пробел, потом плюс first name, потом плюс last name, ну и плюс еще пробел по серединке нужно воткнуть, считается достаточно неприятно и плохо, вы в Kotlin можете использовать так называемый string interpolation. Если вы внутри строки одинарного квотирования используете знак доллара, то после этого знака доллара вы можете например сослаться на переменную и в это место в строке будет подставлено строковое значение той самой переменной, которую вы здесь хотите. Ну и вот если мы этот кусочек кода возьмем, закинем в компилятор, запустим, передадим на вход два аргумента, первый из которых будет Marat, второй Ahin, то он нам замечательно выведет Marat, но Tahin, ну потому что мы переприсвоили. Пока все понятно, я надеюсь. На всякий случай напоминаю, если что-то непонятно, кидайтесь у меня помидорами. Соответственно, вторая штука. Вот мне не нравится, что вот здесь вот мы прям напрямую лезем в аргументы, чего-то как-то, давайте делать по-правильному, давайте эту функциональность выносить в отдельные штучки. Ну, вынесем в отдельную штучку функцию, которая нам достает, соответственно, имя, и в отдельную штучку функция, которая достает фамилию. Соответственно, конвенш у нас будет очень простой. Во всем списке аргументов имя у нас идет сначала, потом идет что-то, что является в нашем языке отчеством, в каких-нибудь других языках феминитивами, образованными от фамилии матери и так далее, и так далее. Последним аргументом у нас идет фамилия. Ну, поэтому, как мы можем достать имя? Ну, собственно, если у нас есть что доставать, мы берем и достаем этот самый первый элемент. Ну, на самом деле, ну любой, потому что нумерация массива в Kotlin, как и в любом нормальном языке, программирование с нуля. Если же внезапно этой штучки нету, то есть у нас пустой массив пришел, возвращаем в ноль. Ну, с фамилией, с фамилией все примерно то же самое. Если у нас есть не только имя, но еще какое-то барахло, давайте достанем штуку по последнему индексу. Ну, и в Kotlin есть очень много различных приятных вспомогательных функций. Как они устроены под капотом, мы с вами посмотрим, наверное, только к четвертой лекции. Но, в общем и целом, у массива вы можете просто вот таким выражением спросить, а дай-ка мне последний свой индекс, и он тебе, бац, дает последний индекс. То есть не size-1, а просто las-index. Внутри он, конечно, устроен как size-1, тут никакой хитрой черной магии нет. Но выглядит код внезапно уже приятнее. Кому в этом коде что-то кажется непонятным? Да. Возвращаем к типе функций. Да, отлично. Ну, сами понимаете, я ждал этого вопроса. С вопросиком. Это, наверное, самая мощная фича Kotlin, ну или вторая по мощности. В системе типов Kotlin явно задается, может ли в типе содержаться ноль или не может. И задается это именно вопросиком. То есть если у вас в Kotlin где-то встречается какой-то тип t с вопросиком, это значит, что это либо тип t, либо, соответственно, ноль. Ну, точнее, какое-то значение типа t, либо ноль. Если у вас просто t без вопросика, то это всегда значение типа t. И если вы в своей программе везде оперируете только типами без вопросиков, то есть non-nullable type, у вас и вся программа написана только на Kotlin, у вас никогда не будет ноль pointer exception. Kotlin вам всегда скажет, слушай, вот если здесь вот ты ноль прям присваивай, то либо давай тип напиши нормальный с вопросиком, и дальше я тебя всегда буду спрашивать, а ты уверен, что хочешь здесь что-то сделать или нет. Или у вас просто везде всегда будет значение, на котором вы можете что-то вызвать. И это действительно очень-очень сильно упрощает жизнь, например, на том проекте, который мы разрабатывали на Kotlin, а это где-то около 35-40 тысяч на весьма замысловатом Kotlin местами, нуль pointer exception у нас встречался трижды, и в тех местах, о которых я буду говорить дальше по лекциям, в которых он действительно может появляться, но сейчас в это вдаваться не хочу. Соответственно, вот таким образом вы говорите о том, что это функция может вернуть либо строку, либо если внезапно, ну передали пустой массив, у нас никакого имени нету, мы тогда передаем ноль. Дальше в Kotlin есть следующая фишка. Очень много штук в Kotlin, которые в обычных языках программирования это так называемые стейтменты, то есть штуки, у которых нету никакого значения, как, например, if в java. У if в java нет значения. У Kotlin, у if есть значение, он является expression, то есть вы можете написать вместо вот так вот, то есть return здесь, return здесь, хотя на самом деле, по сути, что вы выражаете, это я хочу вернуть, если вот есть что вернуть, возвращаю что вернуть, иначе просто ноль. В Kotlin это можно выразить вот таким образом, то есть здесь могла бы быть какая-то переменная, то есть мне ничего не мешает написать здесь val first name равно if бла-бла-бла, иначе бла-бла-бла. Да, вы, наверное, правы, это да, это вы хорошо, что заметили. В версии, которую я выложу, я это поправлю, да, прошу прощения. Спасибо. Вот, соответственно, можете написать вот так. Что это значит? Это значит, что многие интересные конструкции вы можете теперь выражать намного короче. То есть если в стандартном способе в java, например, если вы хотели бы выразить вот какую-то такую идиому, но не в return с переменной, вам нужно было бы сперва снаружи завести переменную, потом в одной ветке if ее присвоить, во второй ветке if ее присвоить, а вдруг где-то что-то забыли, а вдруг присвоили неправильно, а вдруг присвоили два раза. В Kotlin прямо в объявлении переменной вы можете явно сказать, что это переменная, если такое условие выглядит так, если другое условие выглядит иначе. Это тоже очень-очень приятное свойство. Что, соответственно, кроме if, expression, то есть чем-то, что возвращает значение, являются еще различные другие штуки. О них сейчас поговорим чуть дальше. Дальше больше. Если внезапно вся ваша функция – это, в принципе, просто какое-то выражение, то return можно выкинуть и написать функцию вот в таком формате. Это так называемый expression body, точнее function body формат. Это формат, в котором вы просто говорите, что вот моя функция, она равна вот такой вот ерунде. Почему это приятно и хорошо? Это в очередной раз облегчает понимание кода. Если вы видите, что ваша функция написана через равно, это значит, что она чрезвычайно простая. Скорее всего, она еще без каких-то неприятных сайд-эффектов побочных и прочего всего такого неприятного. И вы можете ее намного быстрее посмотреть, намного быстрее понять, что она делает. Кроме того, я забыл сказать об одной штуке. Вот если мы пишем функцию вот в таком вот виде, то возвращаемый тип нужно писать практически всегда. Его можно не писать только, если вы функцию написали, которая возвращает void. Соответственно, void, void, void. void это у нас в Java. В Kotlin соответствующий тип у нас называется unit. Мы его потом, может быть, явно увидим. А может быть и нет, потому что на самом деле тип unit возникает в реальных программах не то чтобы очень редко. Так вот, если вы внезапно написали функцию вот в таком вот виде, то внезапно Kotlin может вывести тип из-за вас, и функцию вообще можно писать прямо вот так вот. И получается совсем-совсем хорошо, компактно. И, на мой взгляд, намного понятнее. Кто-то может со мной поспорить, но что есть, то есть. Ну и окей, теперь мы вместо того, чтобы ручками явно чего-то доставать, говорим, что мы просто из нашего массива аргументов пытаемся достать имя, пытаемся достать фамилию. Ну и в итоге, если внезапно нам вот здесь вот написали пустой массив, у нас получится hello null null, ну как-то не очень. Понятно, понятно, что в Kotlin ребята не совсем идиоты, и посмотрели на такую очень классную концепцию, как Elvis operator, который первым появился, по-моему, в Groove, хотя я могу ошибаться. Почему он называется Elvis operator, в принципе, достаточно просто понять, посмотрев на него, он в каком-то смысле похож на Elvis с его фирменной Elvis-овской прической. И семантика у него очень-очень простая. Elvis operator говорит, ты мне дал что-то слева, если это слева не ноль, я его оставлю как есть. Если это внезапно ноль, я тебе верну то, что у тебя справа. И вот эта вот штука позволяет, опять же, очень красиво выражать различные операции, в которых у вас где-то может появиться ноль, как естественный, по сути, результат вашей операции. Например, когда вы пытаетесь найти в каком-то списке какой-то элемент по какому-то критерию, не знаю, у которого какие-то параметры равны тем, которые вы ищете, а его внезапно там нет. Достаточно естественно выразить это как возвращение нуля, но, как мы помним, в Kotlin 0 явно есть в системе типов, и просто так с ним работать не получится, это мы сейчас увидим. И поэтому через Elvis operator вы очень просто можете сказать, ну, если я не нашел, давай я что-нибудь тогда сделаю, и написать это в правой части Elvis operator. И вот в этом случае, если внезапно нам чего-то не хватает, то есть если мы, например, просто передадим Marat без фамилии, то у нас внезапно получится Marat Doe. Ну окей. Соответственно, вот теперь еще две штуки, которые опять же напрямую связаны с nullability. Пока выглядят как-то страшно, немножечко, может быть. Соответственно, штуки эти две следующие. Если у нас значение типа, соответственно, t с вопросиком, допустим, что это у нас a, и у него тип t с вопросиком, то Kotlin не дает вам вызвать на этом Kotlin никакого метода, просто так. Потому что если внезапно здесь ноль, это вызовет null pointer exception. Kotlin говорит, смотри, используй так называемый save call оператор, который выглядит как вопрос-точка, и семантика у него следующая. Если внезапно a не ноль, то мы вызываем фу и возвращаем фу в качестве результата. Возвращаем результат фу в качестве результата всей операции. Если внезапно a ноль, то на нуле я ничего вызвать не могу, поэтому держи-ка ты ноль в качестве ответочки. И это очень, опять же, мощная штука, которая позволяет плавно вам и безопасно работать с цепочкой различных запросов, по сути, к вашим данным, например. То есть представьте, что у вас есть, например, какой-нибудь, не знаю, какая-нибудь переменная, user, в которую мы зачитали вашего пользователя, но, может быть, его либо в базе не нашли, либо еще что-то, не знаю, либо какие-то данные не ввели, и она потенциально может быть нулем, у нее тип user с вопросиком. А нам где-то очень-очень-очень-очень интересно посмотреть у этого пользователя, не знаю, на номер его квартиры в адресе. Вот если бы это был стандартный код на Java, что бы вам нужно было сделать? Адрес — это у нас тоже объект, он тоже может быть нулем, то у вас была бы такая гигантская цепочка вложенных if-ов. Если пользователь не ноль, давай достанем адрес, если адрес не ноль, давай адрес, а достанем первую строчку, если первая строчка не ноль, давай достанем номер дома. В Kotlin это все выражается значительно проще, потому что у нас есть наш save call оператор. Мы говорим, слушай, попробуй вызвать у этого парня достать у него адрес. На самом деле вместо get-адреса в Kotlin будет другая штука, но для простоты понимания сейчас поговорим об этом. Точнее лучше это записать вот так вот даже, потому что будет удобнее. Дальше, так как эта штука у нас опять же либо ноль, либо нормальный адрес, мы можем на ней через save call вызвать что-то для адреса. Например, можем, соответственно, достать, как это у нас там обычно называется, там first line какая-нибудь. Ну и дальше из этой штуки опять же, с save call можем достать get-flat-number какой-нибудь. И внезапно вместо гигантского каскада if-ов, которые только усложняют понимание кода, вы достаточно емко и понятно выразили идею, если у тебя найдется что-то для меня, верни мне это, пожалуйста, если нет, меня ноль устроит. Это save call. Нет, точки нету. То есть точка может вызываться на объектах, которые не ноль, которые без вопросика. Если тип с вопросиком, то все вызовы, чего бы то ни было, хоть методов, хоть обращений к полям, хоть обращений к другим штукам, которые есть в Kotlin, все через вопрос . Да, конечно. Да. Ну, get first line, это не… То есть, к чему? Метод get-address? То есть, если get-address не был, да? Если get-address… Нет, ну, смотрите, у этой штуки тип юзер с вопросиком. На юзере с вопросиком мы пробуем через save call вызвать get-address. Get-address нам возвращает адрес с вопросиком. На адресе с вопросиком мы через save call пытаемся вызвать достание первую строчку этого адреса. Первая строчка нам возвращает, не знаю, first line, какой-нибудь тип данных, тоже с вопросиком. И то есть, благодаря save call нам не нужно нигде вставлять какие-то хитрые проверки, раздувать наш код. Мы просто выражаем то, что нам надо. Если ноль, то окей, этот ноль дальше через save call провалится до самого конца и выйдет в конце. Если внезапно все сошлось и все не нули, у нас будет нормальное значение, которое потом мы можем проверить каким-то способом. То есть, в худшем случае он нам… Да, в самом худшем случае он не упадет, он вернет нам ноль. С этим нулем мы дальше можем сделать различные штуки. Например, если вот здесь вот мы знаем, что он не ноль, мы можем его взорвать с помощью оператора, как я его называю, бабах. Соответственно, оператор два восклицательных знака. И что он делает? Он нам из t с вопросиком делает t, но в качестве побочного эффекта у нас может произойти ноль pointer exception, если таки в t с вопросиком таки оказался внезапно ноль. В этом месте, в этом месте… Ну, вот это просто оператор, который в реальных программах на Kotlin возникает, честно скажу, крайне редко. Потому что он значит, что внезапно системы типов и выводов в системе типов и очень много чего не хватило для того, чтобы понять вашу гениальную идею. И вот вы таки знаете, что здесь точно не ноль, и вы говорите компилятору, доверься, я знаю, что я делаю, давай бахнем. Честно скажу, очень редко, когда возникает. Обычно возникает на стыке с Java или на стыке с какими-то хитрыми странными библиотеками. Так вот, почему здесь это можно сделать, почему это здесь совершенно безопасно? Потому что какая семантика вот у этой штуки? Как мы уже выяснили, если у нас есть нормальное имя, если оно не пустое, эта штука вернет true. А если внезапно эта штука ноль, она вернет ноль. А в Kotlin так уж устроено, что ноль не равен true, и поэтому мы сюда просто не попадем. То есть… False тоже не равен. False тоже не равен. Я понял, откуда этот вопрос. Слава богу, false он тоже не равен. Вот просто отлегло. Потому что если бы он был равен false, давайте даже не будем думать о том, что было бы… Хотя можно сходить в соседние языки, типа PHP или JavaScript, простите, PHP или JavaScript, и посмотреть на то, какие иногда ужасы из-за этого получаются. Такого в Kotlin нет. Соответственно, если бы я здесь написал внезапно false, внутри тоже можно было бы бахнуть, потому что это значит, что вот этот вот вызов реально разрешился, и name реально не ноль. Ну, get null – это штука, которая просто достает из строки первый элемент, это не важно. Сюрприз, сюрприз. Компилятор Kotlin настолько крут, что он сам может это понять и сделать такую штуку, как смарт-касты. Вот смарт-касты – это та штука, про которую я думал, самая ли она мощная, или самая мощная – это явные нулебилити в типах. Что такое смарт-касты? Если компилятор Kotlin в каком-то месте кода понимает, что тот тип, который у какой-то переменной есть, можно внезапно уточнить тем или иным способом, например, сбросить с него нулебилити, или, например, уточнить, соответственно, подтип из супертипа, если вы сделали проверку на instance of и так далее, то он автоматически внутри того скоупа, где вот эта проверка, на его взгляд, верна, эту переменную приведет к требуемому типу. То есть вот в этом месте компилятор Kotlin, да, когда я это написал, я сам немножечко удивился, что он такой прям молодец. Он понял, что раз вот мы в этом условии, эта штука true, раз она true, то вот эта штука не ноль, а раз она не ноль, то я могу залезть в эту строку просто так, без необходимости ее взрывать вручную, прошу прощения, без необходимости ее взрывать вручную оператором бабаха. И вот это реально очень сильно упрощает код, который, ну, делает то, что я описал, то есть часто ползает по иерархии каких-нибудь классов, или как раз таки живет на стыке нулабл и нот нулабл мира, это упрощает жизнь. Вот, и это очень-очень классная штука. Более подробно про смарткасты мы поговорим чуть позднее, и мы их будем время от времени видеть в тех или иных местах. В общем, это реально очень приятная фича, которая живет как-то вот на окрестностях языка, она не бросается вам в глаза, но вот если ее внезапно выключить, сразу становится видно, что вот ты жил с таким замечательным помощником, ангелом-хранителем, который очень много чего тебе упрощал, и ты даже не подозревал об этом. Ладно, ну теперь вспоминаем о том, что у нас if — это выражение, его можно вернуть, вот это все схлопнули, а у нас еще есть string interpolation, можно тип выкинуть. Ну, в общем, мы на самом деле писали, да, функцию, которая из имени просто делает, по сути, сокращение, то есть marat сократит daem с точкой, ну и, собственно, вот здесь мы это благополучно и выразили. И сказали, что окей, если тебе есть чего, то верни мне, соответственно, нулевую строчечку, точнее, нулевой символ с точкой, если нет, то ничего сокращать будем в пустую строку сокращать, и ноль мы тоже в пустую строку сократим. Ну и теперь мы внезапно будем вместо hello maratahin писать hello m.ahin, что тоже прикольно. Соответственно, дальше совсем-совсем немножко про инумы. Инумы в Kotlin есть, называются инум-классы. Я вот их ввел здесь просто для того, чтобы показать следующую штуку, которая есть в Kotlin. Особо задумываться не следует, это, по сути, просто старый добрый инум из Java. У инума секс есть три возможных значения — male, female и какой-то non-binary, сейчас их много развелось. У marital status, соответственно, либо женатый, либо неженатый, либо неизвестный. На самом деле здесь тоже должен быть по-хорошему неизвестный пол, но неважно. Показать-то я хотел следующее. В Kotlin есть такая штука, которая, по сути, представляет из себя свич на стероидах, называется when. Что делает when? When говорит, ты мне можешь дать какое-то выражение, которое я теперь могу потом попроверять на различные штуки. Например, здесь я хочу одновременно посмотреть, что у нас с полом и что у нас со статусом женитьбы для того, чтобы сформировать правильное обращение. Mr., Mrs., Ms. непонятное, Ms. совсем непонятное, потому что пол-non-binary. Ну или чего-то кинуть. Выглядит это примерно вот так. То есть вы пишете when, потом, по сути, условие, которое вы дальше проверяете на что-то. А вот в этих случаях, когда вы просто пишете, так, пора опять прибегнуть к помощи доски. Соответственно, что вы можете написать? Пусть у нас будет какая-то замечательная переменная a, по которой мы будем что-то делать. Если вы пишете вот так вот, when a, а потом просто b, ну и дальше чего-то делаете. Это у нас соответствует тому, что вы a проверяете на равенство с b. То есть в данном случае, в данном случае здесь у нас все. Это проверка на то, что у нас внезапно наша пара пола и статуса женитьбы соответствует тому, что мы здесь ожидаем. Кроме этого, кроме этого можно вместо вот этой штуки написать, например, из какой-то класс. Это, соответственно, проверка на то, что a является объектом класса t. Ну или если внезапно вы хотите проверить на класс t с вопросиком, ну тогда так и напишите is-t с вопросиком. Кроме этого, можно написать не is. Давайте лучше отдельно. Это, соответственно, проверка на то, что эта штука не является объектом класса t. Что еще можно написать? К большому сожалению, к большому сожалению, написать чего-то типа меньше пяти или больше семи. Если a – это int, не получится. Не работает, к сожалению. Вот так вот. Что вы зато можете написать – это вы можете написать in что-то, где что-то – это в каком-то смысле коллекция, которой вы можете спросить, содержится ли в тебе этот элемент. Т с вопросиком – это либо t, либо now, да? Это либо t, либо now. Ну да, либо t, либо now. Именно так. Соответственно, in или not in – это проверка на самом деле на contains. Почему эта проверка на contains? Мы поговорим с вами на третьей лекции, по-моему, или на четвертой. Да, вот этого нет. Давайте это закомментируем как-нибудь. Не знаю, почему по xml мы решили закомментировать, неважно. В общем, так, к сожалению, нельзя. Это иногда немножечко раздражает, когда вы пишете какие-нибудь штуки, так или иначе, связанные с вычислениями. Но что поделаешь. То есть мы можем проверить что-то на равенство, мы можем проверить на типы, мы можем проверить на то, содержится ли какая-то штука в коллекции или нет. Ну, как вот можно эту ситуацию обойти? Вы можете сделать искусственную специальную коллекцию от минимального янта до пятерочки и спросить, а содержишься ли ты в нем. Ну, такое себе решение, но за неимением лучшего иногда приходится и так. Кроме того, кроме того, у Вена есть вторая аннотация, которую я здесь не показываю, когда вы можете написать просто вот так вот. То есть вы просто пишете when, а дальше перечисляете кучу условий. И вот в таком случае в условиях вы можете писать все, что вашей душеньке угодно. Да, это, наверное, второй способ обойти вот это ограничение на больше-меньше. То есть вы можете здесь спокойно написать, если А больше пяти, тогда сделай мне что-нибудь. И можно здесь перечислять вот совершенно все, что захотели. Условия выполняются сверху вниз. Если какое-то выполнилось, выполняется только оно, остальные не проверяются. Ну, старый добрый свитч, но намного более мощный, потому что вместо только проверки на конкретные числа и нумы или с недавних пор строки, вы можете проверить на произвольную штуку очень компактно вместо цепочки ифов. То есть брейки как будто встроены, да? Да, брейки встроены. Опять же, слава богу, что они встроены, потому что брейки в Java – это наследие C и C++, которое не должно было попасть в этот язык, но попало. Да, брейки встроены, я на самом деле даже забыл о том, что они встроены. Давно не писал на Java свитчи, наверное. Вот, ладно, давайте немножечко этот код упростим, потому что ну очень-очень много всего, глаза болят. Немножечко. Во-первых, для создания пары в Kotlin есть встроенная специальная штука, которая называется To. На самом деле это специальный метод. Как он выглядит, мы опять же поговорим чуть позднее, но в общем он есть. И вот такого на самом деле в Kotlin очень-очень много. Вы можете либо пользоваться готовыми штуками, которые уже сделали для вас, либо вы можете сами писать различные штуки, которые делают ваш код проще. И по ходу пьесы, по ходу лекций мы с вами будем, по сути, расширять наш арсенал для написания, по сути, вот этих продвинутых штук, которые позволяют вам делать ваш код компактнее и выразительнее, вместе с тем, чтобы он работал точно так же, как и раньше. Ну, в общем, это просто новый синтаксис, по сути, заведения пар. Но вот эти вот все приставочки как-то бесят, они длинные, большие и прочее. Да, еще маленькая штучка, о которой я не сказал. А вот здесь внезапно есть else. Здесь внезапно есть else. А почему он здесь есть? Есть он здесь по той простой… Ну, несмотря на то, что мы вроде бы перебрали все инумы. Вот если бы мы перебирали просто один инум, то этого else можно было бы не писать, потому что компилятор Kotlin достаточно умен для того, чтобы понять, что у инума множество значений ограничено, вы перебрали все, и поэтому else можно не писать, никакого другого варианта не будет. Как только мы ушли вот к этому, к сожалению, вот это компилятор Kotlin уже понять не может, что здесь мы, по сути, перебрали декартовое произведение всех возможных вариантов пола и статуса женитьбы. Поэтому ему нужно подсказать тем, что у нас есть else, он на самом деле никогда не выполнится, но подсказать ему надо. В остальных случаях, если мы вот это, например, вычеркнем, то это не получится. Почему? Потому что мы говорим, что вообще вся функция – это вот только этот when. А компилятор считает, что есть вариант, который мы не рассмотрели, и функции в таком случае непонятно что возвращать. Поэтому этот else у нас обязательный. Ладно, давайте вот от этого как-то избавляться. Ну, в Kotlin, как и в Java, есть импорты, в том числе есть импорты прямо в этот же файл. Там нет разделения на статические и нестатические импорты. Для тех, кому это что-то сказало, те все поняли. Для тех, кто ничего не понял – и хорошо. То есть мы, по сути, можем просто заимпортить аккуратненько все элементы перечисления и дальше ссылаться на них напрямую. И код внезапно стал, ну, прям посимпатичнее. То есть вот без этого ужасного шума с постоянным префиксом тут все вот так вот. Если вы внезапно хотите прям совсем-совсем сократить, как в этом примере, или, например, у вас есть конфликт по импорту, вы хотите из двух разных пэкаджей, из двух разных библиотек затянуть два класса в область видимости с одним и тем же именем. В Java у вас нет варианта, кроме как один класс вы таки будете использовать в сокращенной форме, второй класс вам придется писать полностью квалифицированным. То есть org.jetbrains.kotlin.compiler.что-нибудь.куда. В Kotlin вы можете завести псевдоним. Вы можете сказать, я хочу заимпортить штуку, но давай она у меня вот в данном скопе будет видеться под другим именем. И вот вы можете тогда заимпортить какую-то, например, не знаю, какое-то дерево, не знаю, abstract 3, допустим, из одной библиотеки, а, допустим, Kotlin'овская abstract 3 переименовать, не знаю, в kt-abstract 3, в k-abstract 3, в k3, во все, что хотите. И дальше спокойно пользоваться вот этим псевдонимом наравне со всеми другими штуками, которые вы заимпортили. Ну и внезапно код вообще стал такой прям короткий, короткий, компактный. Да, вот про эту штучку тоже забыл сказать. Если у вас внезапно несколько вариантов when, на которых вы хотите сделать одно и то же, они пишутся через запятую. То есть запятая – это, по сути, такое или для when с сабжектом. Вот в этой нотации, кстати, запятые использовать нельзя. В этой нотации необходимо явно писать или, если я правильно помню. Такое решение было принято, потому что… А я не помню, почему так ребята решили, честно. В общем, здесь только через или. То есть, если мы здесь захотели бы, например, что-то сделать, если а больше пяти или а меньше семи… Странная ерунда, но, допустим, это всегда, да. Окей, давайте наоборот, что-то сделать, если а меньше пяти или а больше семи, то надо было бы писать не через запятую, а через явное объединение по или. Ну и да, соответственно, булевские операции у нас – это старый добрый endend и или. Хотя на самом деле не всегда, но про это опять давайте будем говорить чуть попозже. Вот, у нас есть Venn. Venn – это очень классная штука. Он для тех, кто писал большие программы и для тех, кто копался в гигантских вложенных иерархиях if-ов и всем таким прочим, думаю, особенно объяснять не надо. Для остальных можете попытаться поверить мне на слово. Venn действительно очень сильно упрощает понимание кода, потому что он явно выражает именно ту идею, которую вы вкладываете в код. Что если какие-то варианты, я делаю то-то, если другие варианты над тем же самым, я делаю несколько другое и так далее, и так далее. Это, соответственно, про Venn. Вот вы с вами благополучно воспользовались магическими функциями, которые я взял из воздуха, которые из списка аргументов, просто из списка строк нам как-то достают, соответственно, статус женитьбы и каким-то образом по имени и фамилии пытаются угадать, а какой же пол у нашего замечательного человека. Ну и вот эта вот штука так работает. Для тех, кто внезапно пропустил, да, в string interpolation вы внезапно можете использовать не только переменные, но и, в принципе, почти что произвольные выражения на языке Kotlin, которые что-то выражают. То есть вот здесь вот мы берем и говорим, а вот сюда ты вставь результат вызова функции hannify, у которой первый аргумент sex, второй marshal status. И прям вот супер. То есть вместо того, чтобы вот эту штуку вытаскивать в отдельную переменную, вы можете прямо в string interpolation, прямо в строке явно сказать, что я хочу здесь увидеть. И сразу стало хорошо и понятно. Поехали немножечко дальше. Это, наверное, будет последнее, о чем мы сегодня с вами поговорим. Мы поговорили с вами, как делать какие-то if, по сути, как управлять ветвлениями. У нас есть if и у нас есть вены. Мы немножко поговорили про nullability, поговорили про ales operator save call, бла-бла-бла, все такое. Без чего еще не может жить ни одна нормальная программа без циклов. Сейчас мы с вами посмотрим на то, как выглядят циклы в Kotlin. Ну, перед тем, как это сделать, мы нашу функцию, которая была main, развернули функцию, которая просто принимает массив и, по сути, делает вот это один раз. А дальше будем считать, что у нас в нашем массиве входном куча подмассивов, которые бьются по пробелу. Ну и первый цикл, старый добрый forage, который с недавнего времени есть и в Java, это, по сути, именно forage. Это штука, которая говорит, вот если это ерунда, по которой можно итерироваться, давай-ка ты мне будешь в переменную arc на каждой итерации записывать следующий элемент. Все просто понятно хорошо, дальше побили, дальше аккуратненько вывели все то, что вот в этой функции мы собрали, там, Марат Ахин, он у нас, наверное, мистер, потому что мы пытались угадать, что у него пол мужской, и он, наверное, неженатый. Вот. Соответственно, какие еще варианты есть, если, например, вы фанат явного индексирования? Такие иногда попадаются. Тогда используется следующая нотация. Нотация, по сути, значит, ровно то же самое. Значит, ты мне вы, пожалуйста, записывай все в какой-то специальной коллекции. Коллекция будет содержать в себе все числа от начала и до конца. Строится она с помощью вот этого оператора. На самом деле это специальный оператор, который из себя представляет вызов операторной функции. Об этом тоже поговорим чуть позже. Но, в общем и целом, вот это второй вариант. Это наши старые добрые циклы от нуля до arc-size минус один. Только здесь мы, опять же, воспользовались тем, что у нас есть argument.last-index. Если вы внезапно не хотите использовать last-index или у вас последний элемент как-то по-другому задан, и вы хотите до него не добежать единичку, есть еще одна специальная функция, называется until. И вот эти две записи, они ровно аналогичны друг другу. То есть вот эта вот коллекция делает, по сути, делает нам штуку, в которой содержатся все числа от нуля до last-index. Это делает штучку, в которой содержатся все числа от нуля до arc-size, не включая arc-size. То есть это ровно одно и то же, но если вам внезапно такая запись почему-то по ходу пьесы удобнее, вы можете ее использовать. Соответственно, ну или внезапно можно вот так. Можно прям сразу у массива спросить, слушай, а дай-ка мне все свои индексы в аккуратной компактной форме, по которой можно поитерироваться, и это все у нас содержится вот в специальном свойстве indices. Кроме цикла for в Kotlin, естественно, есть старый добрый цикл while. Про него я особенно писать не буду, потому что он совершенно ничем не отличается от java. Это у нас цикл while. Вот здесь вот у нас, соответственно, условия, которые имеют тип boolean. Ну и внутри тела, которое будет выполняться до тех пор, пока вот это условие не станет false. Да, предваряя возможные вопросы, хотя, наверное, их не должно быть, вот циклы в Kotlin не являются экспрешенами, то есть я не могу написать while a равно for, потому что у цикла нет возвращаемого значения в каком-то смысле. Кто-то мог со мной, может поспорить и сказать, а давайте считать этим значение на последней итерации, которое будет у нас в конце цикла. Я не помню ни одного языка, в котором так сделано. Попробуйте сделать. Может быть, это когда-нибудь даже полезно будет. В общем, циклы нельзя использовать в позициях как экспрешены, в отличие от van и от if. Они просто циклы старые добрые, которые много раз выполняют одно и то же. На самом деле, на самом деле, вот это базовый Kotlin, как он есть, если не залезать во всякие разные штуки, в которые мы будем залезать с вами дальше, как то классы и различные прочие билиберда. Сейчас давайте сделаем маленький-маленький перерывчик. У вас есть какие-нибудь вопросы, потому что только что прослушали? С предусловием есть цикл? Цикл с предусловием, do while, да, естественно, тоже есть. И ровно точно такой же, как в Java, do, скобочка, тело цикла, while условие делается до тех пор, пока условие не false. А можно такой вопрос? Вот мы разбирали, там был van по двум переменным разных перечислений. И в каких-то случаях результат, ну, возвращаемое значение зависело только от одной из перемен. Да. И можно это иметь использование соответственно? Вот в том варианте, в котором… ой, прошу прощения, туда поехали. В том варианте, который написал я, ну, вот здесь вот, например, к сожалению, нет. То есть это можно было бы сделать, воспользовавшись вложенными van. То есть мы могли сделать van по полу, и потом просто, если у нас male, то сразу возвращаем, если female, то дальше вложенный van. К сожалению, в Kotlin нету вот того, чего очень сильно хочется, паттерн-мэчинга нету. То есть нет никакого способа сказать, меня интересует только первая позиция в чем-то, а на вторую мне все равно. И даже ее никак просимулировать не получится, потому что это ename… Там можно было бы попытаться сделать синтетический ename, который представляет из себя any, который равен всем остальным, но это не работает, потому что это ename, ename final, их нельзя переопределить, ничего нельзя… нет. К сожалению, нет. И паттерн-мэчинга тоже нет. Поэтому вот в том варианте, который выбрал я, это так, либо вложенные van. Они просто хуже влезали на слайд, поэтому, к сожалению… или, к счастью, я решил без них. Вот. Еще вопросы по этой части? В самом начале вы ругали ноу. Ругал. Мы его используем здесь ровно потому, что он иногда в задачах возникает. Потому что, во-первых, от него никуда не деться, вы все еще живете на джавом машине, вы все еще можете использовать другие джавовские библиотеки, они знать не знают о котлине, они могут вам вернуть нул. И про это будет очень интересно на следующей лекции, там посмотрим, какие тараканы могут вылезти. Это первое. Второе, ну вот, например, в том же самом примере, о котором я говорил я, у вас просто иногда нет элемента, которые вы хотите вернуть. Вот вы ищете что-то в списке, а этого там нет. И, к сожалению, в джаве все так устроено, что у вас нету способа сказать, что я хочу вернуть какой-то дефолтный объект, который равен пустому объекту. Ну, вот можете такой паттерн использовать, но в сферическом вакууме такого нет, поэтому нужно что-то вернуть. В джаве это нул. В котлине, что хорошо, этот нул, он не заметен под коврик и как бы у тебя значение типа стринг, а это либо строка, либо внезапно нул, который тебе взорвется и разнесет всю программу, если что. В котлине он запечен в систему типов. И если у вас где-то может вылезти нул, а компилятор об этом знает, он постоянно будет тебя либо просить сейвколы использовать, либо просто не даст это сунуть. То есть, если вы попробуете, например, функцию, которая принимает стринг без вопросика, ей вызвать что-то, у чего вывелся тип стринг с вопросиком, компилятор скажет, «Слушай, типы не сходятся, давай ты либо разберешься, что ты здесь делаешь, если таки переменная ноль, либо взрываешь через два восклицательных знака, о которых я говорил, и тогда ты сам виноват, если что-то не так, либо у тебя вариантов нет». То есть, от нуля просто никуда не деться, но котлин за счет того, что делает его явным, позволяет вам писать более безопасный код. Потому что это явно, по сути, потоки нулей, не очень хорошие выражения, процесс обработки нуля в вашей программе, он явный. Он прям виден вот в этих вопросиках и восклицательных знаках, которые еще и в глаза прям бросаются в коде, когда вы его читаете. Потому что это достаточно типичные символы для обычного идиоматического кода на котлине. И вы сразу видите, что вот здесь вот что-то не то, вот здесь нужно осторожно, ну там, на цыпочках аккуратненько походить по коду и посмотреть, а что же здесь у меня с нулем и как чего и куда. Вот. От нуля хотели бы избавиться, но нет. Он все-таки есть в джаве, от него никуда не убежать. Да. Да. Вот про иному будет более подробно на третьей лекции, если я правильно помню. Здесь мне просто хотелось показать when. А when на инумах, ну, это самое такое, самое, что пришло в голову первое. Еще вопросы? Да. А если мы изменяем переменную операцию, что-то присвоить? Компилятор просто скажет нельзя. Ну, ровно как если вы в джаве попробуете что-то в final переменную сунуть, которая уже присвоена, он вас отправит лесом. Объявление определения переменных и объектов различных. Что еще раз? Объявление определения. То есть когда выделяется память, как там еще происходят переменные под объекты? Да, вопрос, соответственно, как в Kotlin происходит выделение памяти под объекты и прочее. Примерно так же, как и в java. Если вас это интересует, давайте это обсудим чуть попозже. Потому что там, в принципе, все равно так же, как и в java. То есть если это локальные переменные, в большинстве случаев это будет переменные на стеке функции. Если вы просто что-то создаете на хипе, это будет создаваться на хипе. Нет, наверное, везде слова new, поэтому может… Да, слова new действительно нет. Но я не могу сказать, что мы здесь много объектов каких-нибудь создавали. Мы их, по-моему, вообще здесь с вами нигде не создавали. Да, про это я еще не говорил. Про это, может быть, поговорим чуть позже. Ладненько, если внезапно к этому будут еще вопросы, поговорим потом. Давайте теперь немножко обсудим всякие разные вещи, которые нужно обсудить. И нужно обсудить в самом начале. Соответственно, просто типа в java мы, во-первых, выяснили, что там внезапно отличаются nullable и не nullable типы t, соответственно, t с вопросиком versus t. Кроме того, кроме того, если кто-то еще помнит, в java типы бывают двух видов. Там есть примитивные типы – int, long, байты, шорты, float, даблы, HR. И есть ссылочные типы, все остальные, которые у нас от object-то унаследованы. У них разная семантика. Ну и кроме того, по этой причине java не совсем чисто объектно-ориентированный язык, потому что там есть штуки, которые не являются объектами. Это именно самые примитивные типы. А в Kotlin все по-другому. В Kotlin все это объект. То есть любая переменная в Kotlin неявно наследует тип, который называется any. Это, можно сказать, аналог object в java, но не совсем. Детали того, как отличается any от object для текущего сегодняшнего обсуждения, не столь важны. Если захотим, можем как-нибудь их потом обсудить. Ну и как это все стыкуется с java, в принципе, понятно как. Ссылочные типы – они и так объекты, с ними ничего делать не надо. С примитивными типами все интереснее. Примитивные типы по необходимости боксятся. То есть у компилятора Kotlin всегда есть опция, если вы завели переменную типа int, то есть какую-то целочисленную, он просто взял это, обернул, скорее всего, в java integer и работает с ней просто так. Но он очень сильно ради перформанса пытается понять, а где же он может на самом деле в integer не заворачивать, а использовать примитивный int. Но вас это интересовать не должно. Практически никогда. То есть вы на int смотрите, как будто это объект типа int, у него есть какие-то методы, вы можете его присвоить в any и так далее, и так далее. И более того, у этого int могут быть какие-то методы, какие-то собственные поля и даже какие-то свойства. Что такое свойства, мы поговорим на следующей лекции. Кто-то может спросить, окей, а как в этой картине мы на равенство проверяли, у нас как бы все через equals, но вроде бы в предыдущих слайдах я никакого equals не видел. Но вы тут говорите, что у нас везде ссылочные типы как так, что-то не то. На самом деле структурное равенство, то есть то, что в java делается через equals, в Kotlin делается просто через 2 равно. То есть если вы пишете 2 равно в Kotlin, это на самом деле хитрый синтактический сахар для того, чтобы на самом деле вызвать equals. Сахар это потому, что он не просто вызывает equals, но он на самом деле проверяет потенциально, если у нас внезапно может быть 0 слева. То есть если у нас 2 переменные не nullable типа, это просто по сути вызов equals, если у нас штука, на которой мы вызываем equals потенциально может быть 0, тогда это разворачивается вот в такую вот конструкцию. Это save call equals, а если внезапно save call провалился и вернул нам 0, давайте тогда проверим, AB у нас случайно ли не 0. Вот так вот это работает. Если вы внезапно хотите проверить старое доброе ссылочное равенство, то есть не просто, что 2 объекта равны, а то, что это один и тот же объект, вот просто один и тот же объект на хипе, то оно проверяется через 3 равно. Опять же, для тех, кто у нас, и у нас тут есть люди, которые помнят, что такое PHP и JavaScript, да, привет вот этим вот штукам. И внезапно, внезапно, из-за того, что у нас есть боксинг, на GVM возможны сюрпризы. Сюрпризы, в принципе, старые добрые, те, кто знают эту штуку, должны и так все понимать. Вот если у нас внезапно есть такой код, в котором у нас есть замечательные два int с вопросиком, а раз это int с вопросиком, у компилятора Kotlin нет никакого варианта, кроме как его забоксить, потому что просто int не может быть нулем, он примитивный. И вот эту вот штуку сделать, то понятно, что вот эта штука вроде бы должна вернуть true, потому что, ну, вроде бы это два int, они вроде бы одинаковые, они, наверное, не забоксятся, должны в одно и то же значение, и вот эта штука действительно вам напечатает true. А вот эта вот штука, да и на самом деле тут можно было бы написать 128, а не 255, вот эта штука уже напечатает false, и это связано с особенностью того, как боксятся и анбоксятся int в Java, там внутри статическая фабрика завернутых intов от 128 до 127, а все остальные создаются через new, и поэтому это разные объекты по ссылкам. То есть, к чему все это? Это к тому, что ссылочное равенство, несмотря на то, что внезапно, казалось бы, что вот эти два объекта, вроде бы примитивных, должны быть одними и теми же, внезапно могут оказаться разными с точки зрения ссылочного равенства, поэтому его следует использовать, ну, скажем так, с осторожностью, и помнить о том, что вот такой вот сайд-эффект побочный вполне себе может произойти. Соответственно, про числа в Kotlin, ну, типа для чисел выглядит вот так вот, практически один в один мэппятся в наши старые добрые числа из Java. Из особенностей. У нас нет неявного преобразования типов. То есть, у нас нет никакого integer promotion, ничего такого, у нас не может int неявно перейти в long. Почему? Потому что, опять же, мешается боксинг. Если у нас внезапно был бы разрешен promotion, то он тогда должен был бы разрешен и для nullable типов, потому что как-то нелогично получается. А если он разрешен и для них, то там, опять же, возможны всякие интересные побочные варианты, когда у вас обертка integer пытается внезапно превратиться в обертку long, и у нее ничего не получается, потому что на это два разных класса. Поэтому, если вы хотите повертеться с типами, это делается через явные вызовы методов to-byte, to-short, to-in, to-long, ну, и аналогичные методы у флоутов. Как выглядят явные, неявные преобразования и вообще работа с числами с плавающей запятой в Kotlin, там все странненько. Потому что, с одной стороны, с одной стороны, вообще, в принципе, числа с плавающей запятой – это большая боль, и им нужно посвятить, не знаю, несколько отдельных лекций, на что у нас, скорее всего, не будет времени. Во-вторых, учитывая, что мы это все, опять же, потенциально можем побоксить, это накладывает еще один уровень проблем. И либо мы об этом поговорим во второй части курса, либо мы об этом не поговорим с вами никогда. И мне очень хотелось бы, чтобы это был второй вариант, потому что там просто гигантская банка с червями, в которую не хочется лезть. Но если вы хотите просто их использовать, просто float и просто даблы, вы можете их использовать. Соответственно, про строки в Kotlin, они тоже почти один в один мэпятся на стандартные строки из Java, модула то, что у них есть string interpolation. String interpolation, да, что это такое, я это уже говорил. Кроме того, у нас могут быть экранированные строки и сырые строки, то есть строки без экранирования. Что это такое? Экранированные строки – это строки, которые поддерживают escaping по необходимости. То есть вот здесь, например, у нас какая-то строка, в которой вот здесь вот у нас будут кавычки, потому что мы кавычки заэкранированы. А здесь вместо slash b у нас будет, я даже не помню что, если честно. Набор символов, которые можно экранировать внутри таких строк, я, если честно, сходу не помню. Я помню, что там нет slash нуля, и это меня иногда очень сильно раздражает, потому что иногда нужен нулевой байт, а его никак не записать просто так. Вот. Его можно записать через escaping, unicode-овские последовательности, но про это тоже давайте не будем. А сырые строки – это строки, где внезапно вам нужно написать какую-то очень-очень большую строку, в которой вы не хотите дополнительно экранировать slash, кавычки, вот все что угодно. И вот эта строка, вот эта строка, она будет репечатана ровно так, как вы ее здесь написали. То есть вот здесь вот будут кавычки, здесь будет прям slash, никакой не пробел дополнительный, еще что-то, а просто slash и так далее. То есть фича, которой очень долго не хватало в java, которой до сих пор, по-моему, там и нет, в Kotlin она вполне себе есть. Единственное, что string interpolation в этих строках все еще работает. Поэтому, если вы написали знак доллара, это всегда начало string interpolation паттерна. И чтобы написать таки доллар, вам необходимо использовать вот такую вот интересную конструкцию, как string interpolation, который мне генерирует символ доллара. Вот единственный маленький-маленький, ну не косячок, но маленькая особенность в сырых строках. В остальном достаточно приятная фича. Массивы. Хотелось бы сказать, что это ваши обычные массивы из java, но на самом деле нет. Массивы в Kotlin инвариантны по типу хранимого значения. Кто-нибудь помнит, что вообще такое вариантность, кавариантность, контравариантность, почему массивы в java? А кавариантность, что это значит? Можно своими словами попробовать объяснить. Мне просто интересно, помнит ли кто-нибудь вот эту вот ерунду. Ну если, например, построить такую иерархию, как, например, есть класс фруктов, вот от него он следует, скажем, хоть банан, апельсин. Если банан, мы сможем хранить по ссылке массив фруктов. В массиве фруктов можно хранить массив бананов. Да. Да. Это значит именно это. И когда java придумывали, это казалось очень хорошей идеей по очень простой причине. Массивы в java появились намного раньше, чем в дженерике. И если бы в первых версиях java массивы были инвариантны, то их вообще было бы очень неприятно использовать. Так мы хотя бы что-то могли делать. В частности, внезапно в java, и это код на java, как вы могли догадаться, потому что выглядит все совсем не так. Можно сделать вот такую вот оказию. Можно завести список строк, внезапно потом бафнуть его в список объектов и засунуть в на самом деле список строк 42. Java говорит, молодец, все здорово, все правильно работает. Хотя на самом деле это совсем, скорее всего, не то, что вы хотели. Если вы потом из оригинального массива строк попробуете достать первый элемент, увидите очень чего много интересного. В Kotlin это сделать нельзя. Вы можете присвоить только массив типа T ровно же в массив типа T. Но на самом деле это можно аккуратным образом обойти. Обсудим мы это с вами на лекции про дженерики. Обходится это очень красиво. Массива, в общем, вы видите на пятой лекции, если до нее, конечно, доживете и решите прийти. И очень много полезных штук можно выразить. Вместе с тем система типов за счет того, что массивы внезапно инвариантны. Вот эти ошибки позволяют вам избежать. Как создавать массивы? Это просто маленькая, я не знаю, заготовочка, не заготовочка на будущее. Вот эту запись просто запомнили. Ее будем обсуждать очень нескоро. Так выглядят лямбды в Kotlin. Если хотите внезапно создать массив чего-то, почти ни для чего из стандартной библиотеки в Kotlin конструкторов в явном виде нет. Там все делается через специальные функции билдеры. Для массивов это функции билдеры и rayof. Или если вы хотите сделать более точный специальный массив, это interrayof, longerrayof и так далее. Соответственно, по-моему, это все на сегодня. Соответственно, что мы с вами обсудили, что мы с вами внезапно узнали о Kotlin. В Kotlin есть функции вывод типов. Все, ура, на самом деле этого достаточно для того, чтобы писать очень-очень много полезных программ. Кроме того, переменные в Kotlin могут быть изменяемыми и неизменяемыми. И самое-самое приятное, система типов у нас постоянно за нами следит бдит и не позволяет нам просунуть нул просто так. Она требует явного указания нуля в системе типов. Кроме того, кроме того, чтобы облегчить нам жизнь, система типов позволяет нам не писать некоторые касты явно, если она может догадаться, что у какой-то переменной на самом деле тип немножко другой. Ну и кроме того, есть свич на стероидах под названием WAN. Конечно, да, иногда бывают случаи, когда системы типов в Kotlin немножечко не хватает. Все они, в принципе, понятны. О них поговорим чуть позднее на какой-нибудь из следующих лекций. Ну, кроме того, кроме того, мы выяснили, что Kotlin, в отличие от Java, с точки зрения пользователей, с точки зрения системы типов, это полностью объектно-ориентированный язык. Там все это объекты. Объекты на равенство сравниваются через два равно, на ссылочное равенство через равно равно. Стандартные типы все практически такие же, какие вы ожидали от Java. Массивы немножечко другие, но они в каком-то смысле лучше, потому что они внезапно закрыли потенциальную дырку в безопасности с ковариантностью. Но, как вы видите, мы еще только-только начали. Мы даже ни одного класса еще на Kotlin не увидели, а уже закрыли достаточно много интересных проблем, которые были в Java. Соответственно, на следующей лекции у нас как раз-таки с вами будут классы. Как выглядят классы в Kotlin, что в них можно делать, что за непонятные свойства у классов, о которых я говорил, как с ними работать, как их создавать и все такое прочее. Есть ли вопросы по второй части или просто какие-нибудь вопросы? Продолжение следует...